Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я, ее ведущий Александр Гурарье. Политическая ситуация в Израиле накаляется с каждым днем. Как говорится, верхи не могут, низы не хотят. Низы всячески проявляют свое это нехотение, которое выражается в массовых протестах. Протесты проходят по всем городам, в нарушении карантина. Все это приводит, конечно, к мрачным, так сказать, размышлениям. О том, каковы перспективы нынешнего правительства и каковы перспективы нынешнего премьер-министра Бенимина Таньягу, против которого начинается судебный процесс, нам пояснит политтехнолог Давид Эйдельман. Давид, добрый день! Добрый день! Ну, начнем с того, что мы не знаем, когда он начинается. И начнется ли? Да, и когда начнется ли он вообще? Ситуация пока что, извини, перебиваюсь, такова, что последние опросы говорят о том, что рейтинг правящей партии, партия Ликут, неуклонно падает, растут эти протесты. Но мы знаем, что протесты это одно, опросы это другое, а реальные выборы это третье. Как правило, на этих выборах все эти опросы оказываются, мягко говоря, не точные. Опросы показывают тенденцию. И тенденция, которую мы видим, она очень ясна. Если где-то еще в конце мая месяца у Нафтали Беннета и его партии Емина было по всем опросам в районе 7 мандатов, а у Натани Ягу и его партии Ликут было 42 мандата, то последний опрос, который публиковался вчера, мы видели, что у Натани Ягу и партии Ликут 26 мандатов, то есть они потеряли в районе 16 мандатов, а у партии Нафтали Беннета и Емина 23 мандата, то есть это обозначает, что они получили 16 мандатов. И мы видим, что куда перетекает. Опять-таки, осмелюсь поспорить, что это все пока что мечты. Да, но пока это показывает только тенденции общественного настроения. Опять-таки, можно Ликут успокоить или не успокоить в том, что Беннет вообще всегда лидирует по опросам, а потом получает гораздо меньше. Я просто хочу напомнить, что на выборах 2015 года он имел 20 мандатов по опросам, а в конце концов получил 8. На выборах, апрельских выборах прошлого года у него была просто двузначная цифра в опросах. Он там был больше 10 мандатов во всех опросах к началу избирательной кампании, а к концу, мы помним, он вообще не прошел электоральный барьер. Но вот это удивительный парадокс настроения израильских избирателей, что политик, который еще меньше, чем полтора года назад не прошел электоральный барьер, сегодня получает 23 мандата и становится второй партией с такой перспективой, либо на ротацию, либо даже на победу. А другой политик, который до нынешнего времени является мэром основного и крупнейшего города Израиля Тель-Авива, который даже еще не подтвердил свое желание и стремление попасть в большую политику, он только действует... Намекает. Намекает, ему уже пророчат сразу же 6 мандатов, которые, в общем-то, просто на пустом месте, еще ничего нету. Еще нету партии, еще нету программы, нету ничего. Еще непонятно, с кем он пойдет, внутри какой платформы он пойдет, будет он правым, левым или центристом, но 6 мандатов нет. Значит, мы сейчас свидетели по всему миру всевозможных революций, можно их назвать бархатные, которые, так сказать, перманентно тянутся в Минске. Есть революция, которая произошла в Киргизии, которая, в отличие от бархатной, была весьма и весьма жесткой, там за 2-3 дня... Есть революционная ситуация в Соединенных Штатах Америки, но и во многих других странах. Так что же происходит у нас? У нас тоже революция, у нас каждый день мы наблюдаем протесты, по выходным дням вообще там перекрывают улицы, плюют на все ограничения. У меня последние выборы, три выборы прошлого года и даже выборы 2015 года, может быть, даже более ранние. У нас все выборы и фактически весь политический процесс по поводу одного человека. У процесса есть главный герой. Можно его считать главный антигерой, главный отрицательный герой или для кого-то он самый положительный герой. Я имею в виду Бенемин Натаньяку. Ну, у всех революции есть. Или рак Биби, или рак Ло Биби, или только Биби, или только не Биби. Собственно говоря... Да, Белоруссия. Это, да. Лукашенко, Ло Лукашенко. Или Лукашенко, или не Лукашенко. Да. В Киргизии тоже в основном хотели посидеть. Поэтому мне бы хотелось сегодня поговорить о возможных сценариев, об опциях, о возможностях маневра этого человека. Как бы к нему ни относиться, я попытаюсь в данном случае говорить как можно более беспристрастно. Хотя беспристрастно говорить о Натаньяку у нас не получается. Все-таки его одни слишком любят, другие слишком ненавидят. Но давайте попробуем беспристрастно. Что может делать этот человек, который... Все. Что? Все. Нет, все нет. Это не та страна. Другой вопрос, что этот человек, который является премьером, министром Израиля больше, чем любой другой премьер-министр, включая Бен Гуриона. И в том числе больше времени подряд. Он находится 12-й год уже у власти подряд. И 16-й год, если учитывать те годы, которые были в 90-е годы. Человек, который, собственно, возглавил партию Ликут еще в далеком 93-м году, когда Лукашенко еще не был руководителем Белоруссии. Когда Путин еще возил дочку Анатолия Собчака в качестве личного охранника в детский садик и так далее. Когда он носил чемодан за Собчаком. А у нас уже тогда Натани Агу возглавил партию Ликут. И через три года возглавил страну. Вопрос, что сегодня есть у этого человека, какие у него есть возможности, учитывая, что ему 71 год. Бенемин Натани Агу, если вы нас смотрите, записывайте, пожалуйста. Сейчас вам подскажут, что нужно делать. Нет, я не скажу, что можно, я скажу, что можно сделать. Хорошо. Итак, вариант первый. Назовем его сценарием Вайнерта. Вайнерта это покойный адвокат Бенемина Натани Агу, потому что дела у Бенемина Натани Агу являются так долго, что он успел не только сменить многих адвокатов, но и пережить. Так вот, покойный адвокат Вайнерта, лучший из израильских адвокатов. Я это могу говорить с полной верностью, потому что я сталкивался с Вайнертом в суде, и я победил. Вот, но я все равно считаю... То есть ты лучший израильский адвокат. Нет, я считаю, что... Очко засчитано, да. Я считаю, что все равно это лучший израильский адвокат. Мне это очень приятно считать. А вот, Вайнерта, он перед смертью позвал к себе близкого человека и сказал, ты будешь свидетелем, что я предлагал и продолжаю предлагать Натани Агу, чтобы он получил от президента Ривлина амнистию в обмен на уход из политики. Можно получить амнистию еще до начала процесса. Да, можно. Президент может амнистировать по всем уголовным делам, закрыть их фактически, в обмен на то, что Натани Агу уходит. Но, это такое, в принципе, возможно, такое предлагалось Кацаву в свое время, такое предлагалось. Кацаву это бывший президент Израиля, который обвинялся в сексуальных домогательствах и в результате сел. За изнасилование. Да. Так вот, это первый вариант, самый простой. Натани Агу получает амнистию, уходит из политики и получает еще несколько лет, как минимум, если не 10 лет, для того, чтобы читать лекции и заниматься благополучием своей семьи и превратить, там, я не знаю, 50 или 60 миллионов, которые у него есть только по официальным данным, в сотни миллионов, что он может сделать для Сарочки и для детей. Я думаю, это... Я думаю, что хватит еще и внукам, но не важно, поехали дальше. Да, это самый лучший вариант для его семьи. Вариант второй, самый напрашивающийся, который кажется самым невероятным. Бенни Мин Натани Агу просто выполняет соглашение, которое он подписал, обязательство, которое он дал, свое честное слово, и сидит до ноября, а в ноябре проводит ротацию с Бенни Гансом. Это вообще-то... Ну, вы скажете, а... Нет, но это самый напрашивающийся. Но это даже Ганс не верит. Но в это я уже сегодня... Я сегодня думаю, что в это уже не верит даже Ганс. И точно этот вопрос никто не рассматривает, да? Третий вариант, о котором сегодня больше всего говорят источники в Ликуде, которые говорят и в личных беседах, и журналистам, так как высокопоставленный источник в Ликуде, что в декабре месяце Натани Агу пользуется ситуацией с бюджетом, и из-за бюджета идет на выборы. Ему нужно будет пойти на выборы. Теперь, есть только один способ пойти на выборы, чтобы Ганс не стал сменным премьер-министром, потому что в случае распуска правительства по любой другой теме, Ганс моментально становится премьер-министром. То есть на время предвыборной кампании Ганс хотя бы на несколько месяцев становится премьер-министром. А к премьер-министру уже другое отношение. Это не 9 мандатов. Поэтому Натани Агу может пойти из-за бюджета на выборы. Именно поэтому Ганс, пользуясь этим, сейчас начал поднимать вопрос о юриспруденции, о законности. То есть Гансу, если сбрасывать правительство, то надо сбрасывать по другой теме. А Натани Агу бы пошел на выборы еще в августе. И опять-таки источники в Ликуде говорили, что Натани Агу готов пойти на выборы. Почему он не пошел? Потому что очень сильно упал в вопросах. Теперь, учитывая, что сейчас он упал еще больше, это может его остановить. Но есть два фактора, которые могут его сильно усилить. Это первое, если победит Трамп в Соединенных Штатах Америки, это срабатывает на него. И второе, если к моменту объявления выборов у него в руках будет вакцина. Имея в руках вакцину, он смело идет на выборы. Секундочку, так в чем проблема? Он, Путин, ему предлагает эту вакцину, хоть сейчас. Ну, российская вакцина даже еще не готова, еще не опробирована. Ну, не важно, но показать-то можно? Нет, ее надо, то есть нужно, чтобы шла предвыборная кампания, и ежедневно граждан Израиля вакцинировали. Собственно говоря, это и будет элементом предвыборной кампании. А Натани Агу будет объяснять гражданам, какую руку подставлять, снова как правильно мыть руки, вытирать попу и все остальное. Как он у нас уже это делал в марте и апреле месяце. Это третий вариант, идти на выборы в декабре, но на него решится только в том случае, если у него будут казырные карты. Казырные карты, это Трамп и вакцина. Если Трамп проигрывает, если вакцины не будет, Натани Агу может просто струсить и не пойти. Вариант четвертый. Не пойти и что, и отдать кресло Гатсу? Как говорил Станиславский, не верил. Вот тут есть четвертый и пятый вариант. Четвертый вариант. Натани Агу пользуется этим, выталкивает Ганца из правительства. То есть, создает такие условия, что Ганц не сможет остаться. Ганц выходит и Натани Агу создает узкое правое правительство. Учитывая, что Огли Леви уже перекуплено, что двое бывших из Кахоль-Лаван, которые вышли и создали свою партию, перекуплены. Есть еще кто-то, он вполне может создать узкое правое правительство, принять необходимые ему законы о неприкосновенности премьер-министра, о преодолении вета богатца. То есть, фактически совершить... То есть, если Ганц соскучит, то отряд может не заметить потери бойца? Нет, то у Натани Агу появляются совершенно другие опции, поэтому те, кто сильнее всего критикуют Ганца за предательство, они же одновременно говорят, но держись зубами, держись зубами, никуда не уходи. Ты не можешь уйти сейчас. То есть, если Ганц уйдет сам, то вот этот пункт коалиционного соглашения, согласно которому он становится премьер-министром, не работает. Это четвертый вариант создания узкого права правительства, которое сделает все, что нужно, и с которым он будет править, но правда править в очень неудобном положении, но что делать? А, теперь. И, наконец, пятый сценарий. Как мне кажется, идеальный для Натани Агу. Пятый сценарий заключается в следующем. Натани Агу использует все возможности, как он уже использует, для того, чтобы отодвинуть суд. Он, в принципе, этот, сейчас они вместе с Аловичем получили отсрочку на 40 дней для дачи ответных писем. А это обозначает, что и суд, который должен начаться в январе, может переглядываться то ли на 40 дней, то ли на месяц, то ли на 2 месяца. Что хорошо для человека, который находится под судом в израильской системе правосудия, израильская система, израильские сроки правосудия, можно растягивать как гармошку. Вот, опять-таки, в том суде, где против меня был Вайнрад, я умудрился 4 года не давать то, что называется ктафа Ганна. Тебе подают иск, а ты должен ответ на письмо. Я не подавал его 4 года, пока не измотал по противоположную сторону, где был миллиардер. Но я умудрился им вымотать нервы так, что они забрали иск. Так вот, в этом отношении есть большой шанс, что он просто будет растягивать эту гармошку и сможет оттянуть ее где-то к маю-июню. Что это даст? Это даст, что в июне месяце у нас должны произойти выборы по-любому на пост президента. Робер Ривлин, который пришел к власти в 2014 году, в 2021 году, по истечении 7-летнего срока, должен уйти из дворца президента. Должен быть выбран президент. А вот по поводу президента у нас есть закон о неприкосновенности президента. Причем там есть двойная неприкосновенность. И против подачи уголовных дел, и против судимых. Это только на срок его президента. На 7 лет. Теперь вы представьте себе, что если Натаньяков пойдет на этот вариант, он станет президентом в 72 года. А уйдет из дворца президента в 79 лет. Но мы желаем его до 120, поэтому... Став президентом в 72 года, он, имея слабого премьер-министра Бени Ганса, имея за собой парламентское большинство, вполне может усилить просто полномочия президентства и перевести Израиль, если не в президентскую, то в полупрезидентскую республику. Но даже как не есть, быть президентом, ездить по миру, встречаться с мировыми лидерами и ни за что не отвечать, я думаю, это вполне устраивает... Мы же знаем, кто у нас мечтал до недавнего времени об этом президентстве. То есть к этому долго-долго, скрупулезно и старательно шел бывший председатель КНЕС, это Юлий Эдельштейн. Который ему Натаньяку обещал. Да, и который в результате споткнулся и попал на расстрельную должность министра здравоохранения. Но он сначала споткнулся еще на посту спикера и, собственно говоря, расстреляли его еще на той должности. Но Натаньяку обещал это Эдельштейну, Натаньяку обещал это Амиру Перетсу за то, что он бросит левый лагерь и перейдет к нему правительству. Натаньяку обещал это отцу Орли Леви, Давиду Леви за то, что Орли Леви перебежит. Натаньяку обещал это еще кучу людей. Вполне возможно, он в любом случае нарушит свое слово. Ну так почему же ему не нарушить свое слово в пользу себя? И, кроме всего прочего, есть один факт, который подтверждает, что Натаньяку идет к этой векции, к этому сценарию, к пятому. Хотя я думаю, что четыре остальные тоже лежат на столе, то есть тоже возможно. Был подан законопроект о том, что в президенты не имеет права баллотироваться человек, который находится под судом или против которого ведется уголовное преследование. И КНЕС от большинства голосов этот законопроект отклонил большинство голосов правящей коалиции. То есть правящая коалиция рассматривает возможность о том, чтобы уголовник мог стать президентом. И если Натаньяку берет этот пятый сценарий, то по большому счету ему не важно, кто будет президентом Америки. Ему важно просто дотянуть до июня месяца, войти в президентский дворец. И суд вообще потеряет эрелевантность, потому что когда ему будет 79 лет, кому это будет интересно? Ну да, через 7 лет, как там Хаджан Средил говорил, либо я, либо эмир, либо осел. Более того, за этот вариант будет голосовать и Кахоль Лаван, который заинтересован. Это такой всеобщий концепт. И Лихут, и религиозные партии. Пятый вариант предлагают очень многие. Причем даже оппозиционные партии уже предлагали. Слушай, ну давай, уйди в президенты, мы готовы тебе помочь, только брось все это. Уйди куда-нибудь, называется. Уйти в президенты, это не куда-нибудь. Не, ну идти по амнистии и зарабатывать лекциями, тоже неплохой вариант, особенно для Сары. Не, но все-таки быть первой леди гораздо симпатичнее. Все-таки жена президента. Но и просто учтите, что для Бенемина Танягу сегодня, любой день, который он проводит в израильской политике, наносит ущерб его кошельку. Ну, во всяком случае, как они говорят, да, то есть на воле он зарабатывает гораздо больше. Поэтому оппозиция говорит, что нет, он зарабатывает при помощи коррупционных схем. Но пока нету решения суда по этому поводу. Не полно у него. Утрех ждать нельзя. Давид, спасибо большое. Мы обязательно перешлем расшифровку этой передачи в канцелярию премьер-министра, потому что он сидит там, бедный, мучается. А мы ему сейчас вот пять вариантов сразу раз, и он быстренько что-то выберет и, конечно, скажет нам спасибо. Дорогие друзья, политтехнолог Давид Эдельман объяснил нашему премьер-министру, как ему следует поступать в дальнейшем. Точнее, обрисовал те пути, которым он может воспользоваться. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.